Спасибо всем, кто сегодня здесь присутствует. Вы сделали такую жертву, пришли сюда, это было нелегко. Я здесь, чтобы поболтать с вами о документальной фотографии. Мы попытаемся понять, что такое документальная фотография, как она развивалась в течение времени, и чем она стала сейчас. И, чтобы это сделать, я выбрал такой заголовок, где присутствует слово «иллюзия», но также слово «точка зрения», потому что это моя точка зрения. И она подвергается дискуссиям. Я хотела бы говорить о документальной фотографии, прежде всего, как о фотографии, конечно. И когда я говорю о фотографии, как во время моих курсов, которые провожу в своем городе, я предпочитаю говорить о фотографиях, прежде всего, о фотографии. Потому что фотография – это очень широкая, очень глубокая концепция. И, возможно, ее легче, немножко легче понять, посредством чтения именно фотографий. Потому что фотографии нам более знакомые. Например, сейчас я покажу вам серию изображений. И начиная вот с этой фотографии, да, и фотография идентификационная. Это заключенный, черный, фотографирован в двух разных позициях он сфотографирован. И также можете заметить, что на этих двух фотографиях есть знаки различные. Эта фотография нам подсказывает, что фотографируемое лицо может быть в себе не достаточно, чтобы передать определенность по поводу человека. Эта фотография должна быть как-то пояснена. Вот эта фотография символическая, которая вызывает к идее свадебной фотографии. Ну да, вот такое общее мнение, что женщина захватывает мужчину, чтобы жениться на нем. В Италии, в России, не знаю. А внизу, видите, зубы? То есть как будто бы рот такой открытый, съесть его готовый. Ну, вот такая рекламная фотография. И тут две женские ножки. И с помощью них пытаются нас убедить, что голосовать это нужно. То есть голосовать это очень сексуально. Фотография воспоминания. Ребенок сделал эту фотографию в 2-3-м году. Смотрите, как вот он сидит хорошо. Он очень воспитанный. Он очень ощущает момент того, что его фотографируют. Сейчас очень сложно найти ребенка, который перед фотографом вот так очень будет прилично себя вести. Потому что сегодня фотография очень распространена. Даже гипертрофированная распространена. Это фотография, которую, по крайней мере, в Италии. Мы не хотим никогда бы их иметь. Эта фотография используется в ГИБДД когда происходит превышение скорости. И она прибывает вместе со штрафом, который нужно платить. Ну, не очень, да? Хорошая фотография. Собственно, не очень хотелось бы делать в коллекцию таких фотографий. Это авторская фотография. Л'автория для этой фотографии это фотография итальянская фотография, уже исчезнувшая. Он называется Марио Гиакомелли. Он всю жизнь фотографировал черно-белую фотографию. И в этой работе, которая называется «У меня нет рук, которые ласкают мое лицо». Это работа над сферой чувств тех, кто отказался от того, чтобы иметь какие-то связи чувственные в жизни. То есть авторская фотография, которая сделана автором только по его потребностям личной. Это мы все знаем, что это. Это фотография которая выпускает это фотография произведения искусства, картины. Те, кто делают такие фотографии, обычно очень хорошо владеют технической стороной. Потому что воспроизведение цвета, очень точная фотография, это не так-то просто. Но, обычно, имена этих фотографов никогда не появляются в книжках по искусству, по истории искусства. Прошу прощения, я все написала на итальянском. Но переводчик вам переведет. Здесь некоторые основные принципы фотографии. Рекордать. Вспоминать, напоминать. Документать и информать. Свидетельствовать, информировать. Напоминать о чем-то. Убеждать. Реконосчер. Узнавать. Контролировать. Проверять. Конечно, они могут пересекаться, все эти функции. Например, документировать и узнавать могут пересекаться. Как, например, вспоминать и навевать какие-то мысли. Сейчас я задам вам вопрос, который обычно задаю на своих курсах. Что общего между этими фотографиями, которые на самом деле такие разные между собой? Хотелось бы, чтобы вы дали мне ответ. Сейчас, сегодня. Но это же не сложно. Это так просто, что вы даже об этом сразу не подумали. Они сделали на фотографии. Не только это. Не только это. Потому что фотографии можно делать не только за фотоаппаратом. Все эти фотографии можно делать не только за фотоаппаратом. и с помощью просто написанного текста узнать. Это очень просто. Это то, что имеют в общем все фотографии и только фотографии. Все, но только фотографии. Это одно изображение. Иммагин. Иммагин. Но даже рисунок, сделанный рукой, это тоже изображение. Самое простое, что он приходит в голову. Такое простое, что даже вообще об этом и подумать не сложно. Именно природа фотографии. Респонду я. Тогда я отвечу. Реальность. Только это. Все фотографии имеют непосредственное отношение к реальности. Дерево может быть нарисовано даже если его и нет. Но дерево не может быть сфотографировано если его нет. То есть фотография нуждается в реальности. То есть должно присутствовать свет, субъект и прибор, который способен это запечатлеть. Какой бы он ни был. То есть фотография это как бы такой указатель или след реальности. След написанный светом. Который говорит нам, что этот субъект был в этой точке пространства, в этот временной момент. То есть это как видеть на снегу точки, которые являются следами какого-то животного. Может быть мы даже не знаем, что это за животное. Но мы знаем точно, что кто-то здесь прошел. Как мы знаем фотография всегда интерпретация мира. Даже когда она кажется самой и самой объективной.